Я для себя принял твердое решение, что в турнире Московский Кубок Селебрити я принимать участие не буду. Нормально. Привет, друзья, это Егоров. Это медиа-скандалы. И сегодня действительно скандалы, потому что тренер Тудроц Дмитрий Кузнецов назвал МКС заказухой. Цитируем телегу Крисева. На завтрашних матчах я буду на трибуне, говорит Кузнецов, значит не на тренерской скамейке. Не хочу доставлять удовольствие Амкалу, даже если меня не дисквалифицируют. Я игнорирую их турниры. Им надо было башкой думать перед матчами с нами. Понимаю, что со мной шоу будет в два раза сильнее, но не хочу доставлять им этой радости. Амкал ведут себя как дети. Они думают, что будут диктовать свои правила. Мне похрен на их правила, говорит Кузнецов. Если же мы будем организовывать турнир, мы это Тудроц, сделаю такие правила для Амкала, что они не захотят в нем участвовать. За счет Тудроц они повышают уровень и интерес турнира. Они хотят, чтобы мы играли против них в финале. Скажу так, даже если броуки завтра будут сильнее Амкала, команду Егорова загасит и они не выйдут дальше. Это даже не обсуждается. Если мы выйдем в финал, я тоже не буду на тренерском мостике, говорит Дмитрий Кузнецов. Сидим, ну что? Ну что, без нас. Все, заканчивай. С нами играйте, да. Ты считаешь, что... Ты причем без занятых? Вы же все правильно считаете? Я выскажу свое мнение о словах Кузнецова, но прежде почитаем ответ Сипскана, который, как кажется, очень долго терпел и не хотел вступать в полемику с человеком, который старше него и который в футболе добился намного больше него. Тренер Тудрот сошел с ума, пишет Сипскана. Под влиянием своей команды, которая вечно ноет, винит судей и ищет оправдания, Кузнецов тоже поплыл. Это уже клиника, окончательные остатки былого респекта утекают вместе со слезами о том, как весь мир против Тудрот. Ну, против них. Я до последнего не высказывался о том, какую херню несет человек, поигравший на очень высоком уровне. Но уже нельзя молчать. Всем очевидно, что котелок начал протекать. Уже и специалисты признали сто раз, что да, пенальти был в конце матча, ворота Тудрот, что и ворота Амкала тоже был, но судья провафлил этот момент. Но также очевидно, что судья не тащил никого и не плавил специально. Просто уровень квалификации такой, что могут быть ошибки. Мы не играем в закулисные игры. С какого хрена вы всю команду обвиняете? Мы готовы принять поражение с честью, чем добывать позорные победы. То, что происходило и происходит в футболе реальном, никак не касается нас. Не надо по своим лекалам мерить. Дроты, скиньтесь на таблетки деду, вы же сами понимаете, что позорище происходит. И мне очень жаль, что я вынужден такое писать. Говорит Сипскана, а потом приводит скрин, где Кузнецов рассказывает о якобы договорном матче, в котором отказался принимать участие вместе с Игорем Корнеевым, который потом был тренером сборной. И вот тот матч, который им предложили сдать, они выиграли со счетом 5-2. Сипскана же пишет, что не нужно тащить договорники из большого футбола в медийный. Выскажу свое мнение. Кажется, Сипскан выпускает одну деталь. Дмитрий Кузнецов не жалуется на тяжелую судьбу Тудроц. Он просто говорит, я не хочу принимать участие, по его мнению, в этом фарсе, где все подстроено под финал Амкал и Тудроц. Еще раз, Кузнецов не говорит, меня убили, команду Тудроц не уважают. Нет, наоборот, он признает, все подстроено для того, чтобы состоялся финал Амкал и Тудроц. Я не знаю, откуда он берет эти данные, может ему что-то стало известно внутри Тудроц, но такое мнение у него есть. И он здесь высказывается не от команды Тудроц, а лично от себя и говорит, я в этом фарсе принимать участие не хочу. Но это его мнение, из-за него он получит хейт, не каждый был бы способен его высказать. Еще раз, Кузнецов не защищает Тудроц и не выступает от лица команды. Он выступает от собственного лица и говорит, что я свою команду в матче с Амкалом тренировать не буду. И на МКС тоже. Это разные вещи. Еще одна новость об МКС. Бойкот турниру объявляет судья Дмитрий Жилинский, тот самый арбитр матча Амкала и Тудроц. Кстати, до этого он прославился по игре «Бруков и денег». Также Дмитрий Жилинский уже говорил, что заканчивает с медийным футболом. Но оказалось, что речь шла именно об МКС. И Дмитрий объясняет, в чем же дело. Меня, наверное, немножко не так поняли, либо я не так выразился. Это был последний матч на МКС. На МКС последний матч. И причем не на этом МКС последний матч, а в принципе я для себя принял твердое решение, что в турнире «Московский кубок селебрити» я принимать участие не буду. Ну, хватит. Я вспомнил и Никиту Данченкова, и еще истории. Судьи вообще никак не защищают на этом турнире. Они просто на самотек пускают этот момент. Это только касается МКС, повторюсь. То есть на МФЛ мы тебя ждем? Да. Так что, хейтеры, будьте более насторожены. А те, кому нравится моя работа, не расстраивайтесь. Еще увидимся. Да, странное дело. Вроде бы самый ламповый турнир, а уже два человека. Один в прошлом большой футболист, второй рефери. Говорят, что больше на МКС они участвовать не хотят. Что ж, их воля. Кстати, еще о судьях и об МКС. Гуда из Тудроц сделал прекрасную пародию на Кутуза и Жилинского. Еще раз показал ту сценку, которая произошла после матча МКЛ и Тудроц. Смотрите, тут просто респекнуть можно. Очень круто. Бля, нормально. Без оскорблений, без всего. Бля, с тобой стали зато... Ну, блядь! Это не контакт для пенальти, блядь! В каком матче, блядь? На 90-й минуте, блядь! Ладно, срубит. Ладно, руки, блядь! Ну, он его еле задел, блядь! Сука, блядь! Еле задел! Это не контакт для пенальти, блядь! Он его еле задел, блядь! Это не контакт для пенальти, блядь! Такой матч на 90-й минуте, блядь! Ладно, срубит. Ладно, руки, блядь! Он его еле задел, блядь! Сука, блядь! Еле задел! Это не контакт для пенальти, блядь! Дим, это не контакт. И еще о Кутузе. Посмотрев эфир с Николаем Осиповым и другими ребятами из Коминшоу, Кутуз услышал, что оказывается зарабатывает 400-500 тысяч в месяц в Тудротс. Хотя мы же помним, что приемки Тудротс были 15 тысяч без зарплат. Кутуза, конечно, это взбесило. И вот что он ответил. Вчера, кстати, вышла какая-то передача, какой-то коммент-шоу, там что-то, блин, короче, был Генич, там они обсуждали, типа, мои финансовые деньги мои, короче, и он сказал, что у меня зарплата, он так думает, 400-500 тысяч. Это вообще пиздец. Кто сказал? Ну, какой-то мужик, блядь. 400-500 тысяч? Да, и ему, кстати, Генич красавчик, он ответил ему тогда, если ты думаешь, что у меня 400-500 тысяч зарплаты, почему он работает водителем? Вот это классный вопрос был, блядь, логично, что у меня не 400-500 тысяч. Ну, это долбоебы, реально. Не, все думают, что мы, кто играет в Тудроц, тебе пиздец миллионер, потому что мы играем за идею, за эмблему, блядь, поэтому деньги у нас присутствуют, но небольшие, адекватные. Вот так, друзья, это, конечно, печальная история. Бросит какой-нибудь мужик про то, что 400-500 тысяч зарплаты в медиафутболе, а потом в броуках такие же деньги кто-то захочет. И скандаль после этого не перескандаль. Вряд ли, конечно, зарплата в медийном футболе когда-то достигнут 400-500 тысяч рублей, но уже и сейчас хорошо. Себа или Сева Себастьяна Себастьяна заявил, что уходит из команды. Да, я ухожу из Тудроц, ребят. Это решение было принято мной в первую очередь. Оно было принято буквально недавно на днях. Что ж, решение Себастьяна абсолютно логичное. Я не думаю, что в Тудроц он зарабатывал достаточно денег. Понятно, что он не получал игровую практику из-за того, что пришли сильные футболисты. Ну и в-третьих, глядя на игру Себастьяна, я видел, что в принципе в данный момент он состав проходить не может. И это его бесит, и он срывается, ругается с футболистами прямо на поле. Так что тут все абсолютно логично. Не знаю, мне кажется, я заслужил как никто сыграть на МКС, тем более с Амкалом. Это вообще, я не знаю, я год ждал этого реванша, потому что в том году Амкал нас обыграл два раза за три недели, условно говоря. Я очень хотел сыграть. И то, что меня выпустили на 10 минут, я ни в коем случае не обиделся, но как минимум мне было неприятно. Я вышел в самую мясорубку, в то, что я не люблю играть. Многие из вас, наверное, скажут, что ты должен играть в любое время, сколько бы тебе тренер не дал. Я согласен полностью, ребят. Но может кому-то как-то показалось, что я не готов на большее количество времени. Но я могу сказать так, я готов, я могу, я хочу. Ну, еще немного о Кубке России, где медийные команды вышли в следующий раунд турнира. Ну, во-первых, говорилось, что Тверь сыграет с Амкалом в Красногорске. Эта информация не подтверждается, и матч может состояться в любом другом городе. А во-вторых, и Амкал, и Тудроц попали на штрафы. Дроты 25 тысяч рублей за скандирование фанатов в адрес отбитра. 15 тысяч за выбегание на поле, когда праздновали мячи. И, кстати, даже дал Кубку России несколько советов по этому поводу. Ну, вот мне кажется, это вот как раз такие моменты, которые вот надо чуть-чуть как-то это все вот РФС обсудить. Но кого мы этим обидели? Ну, то, что мы побежали праздновать. Ну, это такое, эти эмоции не передать. Я их всю жизнь буду помнить, как мы выигрывали 3-0, и я просто добежал до флажка. Амкал же получил десятку за необеспечение правил безопасности на стадионе, потому что Амкал был хозяин, а Маврин сошелся с фанатами. Ну, в общем-то, ничего нового. Да и что такое 10 тысяч рублей? Так, пиццу заказать. Вперед, Амкал! Ну и последняя новость. Футбольный клуб «Родина-Медиа» с Текилой и Тарасовым получил нового главного тренера. Им стал Андрей Коряка. Андрей Коряка работает в системе «Родины», так что, в принципе, будет куваться, не отходя от кассы. Поздравляем новую самобытную команду. И мы собираемся с броками сыграть с этой самобытной командой 5-6 сентября. На этом все новости, друзья. Ждите новых скандалов. Они появятся уже завтра. Амкал играет с броками, а Тудроц с реалицем. Надеемся, что финал, который вы все ждут, не состоится. Редактор субтитров А.Семкин